План перевыполнен практически вдвое. Верховный совет подвел итоги законопроектной работы в уходящем году. Вопрос обсудили на заседании президиума. В парламентарии собирались рассмотреть 58 законов, а по факту получилось 105. В частности, это связано с тем, что необходимо было привести республиканские нормативные акты в соответствие с обновленным федеральным законодательством. Кстати, в новом году эта работа продолжится. Ожидается, что на федеральном уровне будут внесены поправки в 150 законов, что связано с изменениями в Конституцию России. Соответственно, это повлечет и изменения в региональном законодательстве. В парламентарии также рекомендовали правительству более тщательно подходить к планированию законопроектной работы. В качестве примера председатель профильного комитета привела работу над законами, которые связаны с выделением субсидий поселения. Кабмин внес поправки в самый последний момент, после чего депутатам потребовалось полтора года, чтобы привести республиканское законодательство в соответствие с изменениями Бюджетного кодекса России. В связи с чем, я и обратила внимание о том, что нужно более глубоко проводить предварительную аналитическую правовую экспертизу, перед тем, как вносить те или иные предложения по формированию плана законопроектной работы. На президиуме также рассмотрели инициативу главы Хакассии по уточнению полномочий в области охраны объектов культурного наследия. Речь в первую очередь идет о курганах и могильниках. Федеральный закон предусматривает право региональных властей устанавливать ограничения или даже запрет на передвижение транспорта по территории объекта культурного наследия в случае, если есть угроза его сохранности. В республиканском законе такой нормы нет, и специалисты по защите памятников считают необходимым устранить этот пробел. Депутаты уверены, вопрос актуальный. В Хакассии, как нигде, много следов древности. В то же время необходимо учесть интересы и республики, и хозяйствующих субъектов. Вопрос необходимо тщательно проработать, причем с участием всех заинтересованных сторон. Итоги года памяти и славы подвели члены регионального отделения военно-исторического общества. Юбилей Великой Победы в республике отметился большой работой по сохранению памяти о фронтовиках и тех, кто трудился в тылу. Так, в Черногорске открыли аллею героев в городском парке, а в Абакане появились граффити на стенах первой школы и мус-колледжа. На торжественном собрании отметили, что эти и другие проекты реализованы при активном участии одной из партий. Председатель парламента, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения, поблагодарил за работу партийцев, а также членов военно-исторического общества и всех, кто им помогал. Вместе они делают большое государственное дело, уверен Владимир Штыгачев. Случился коронавирус, да, все бывает, но я думаю, что впереди наши светлые праздники мы будем отмечать еще лучше. А сейчас бы поблагодарить всех за великую память, за веру в нашу победу, и мы должны всегда отстаивать. И проходить будут бессмертные полки так же, как и проходили у нас все эти годы. И я думаю, что память великой победы, великого народа будет вечной. 30 лет исполнилось Пенсионному фонду России. Работников регионального отделения с этой датой поздравили заместитель председателя Верховного совета Евгений Молостов и председатель мандатной комиссии Денис Бразаускас. Без этой организации невозможно представить сегодняшнюю жизнь. Каждый третий житель Хакасии получает пенсию или маткапитал. А в этом году, когда государство решило поддержать семьи с детьми, специалисты обеспечили единовременные выплаты в 5 и 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Управляющая отделением Пенсионного фонда в Хакасии Людмила Иванова удостоена почетной грамоты Верховного совета. Также награды за добросовестный труд получили другие сотрудники фонда. Подарить ребенку чудо, шанс почувствовать себя волшебниками, выпал депутатам и работникам аппарата Верховного совета. Они приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Вместо игрушек на ней – послание детей о самом лучшем подарке к Новому году. Тот, кто прочтет их, должен исполнить мечту ребенка. Депутаты и работники аппарата парламента приехали с подарками в школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Пожелания ребят простые и ожидаемые. Кто-то хочет мягкую игрушку, кто-то машину на пульте, а кто-то русалочку. Ой, что ж, красивая. Держи, вот, и это тебе дедушки мороза, и вот это тебе дедушки мороза. А сейчас, знаешь, можно? Я съесть. Давай. Маленькая елочка, холодно зимой. Помогаем тебе, помогаем тебе. Перед лесу елочку взяли мы домой. Перед лесу елочку. 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 Продолжение следует...